Открывай страницу, потому что я сейчас вообще его из ленты уберу и перенесу в эти... Вы поняли, где видео, где мои все эфиры. Я сейчас со страницы его уберу. Мое любимое время года – осень. Я очень люблю осень. Но только вот такую осень, видите, чтобы солнце светило. Ну, то есть вот такая листья падают. Такая осень мне нравится. Жень, привет, как встречи по работе? Сейчас еду еще, блокирую, пусть подумают о своем... Да ладно, хрис. Слушайте, вы думаете, что они же, знаете, как собачки. Они туда с одной страницы на другую бегают. Здесь что-то хапнут информацию, переварят ее по-своему. Потом тащат в другую сторону. Нет, пиво не пью. Пиво не пью. От пива стало поправляться. Я перестал пить пиво. Да я любые сигареты могу курить. Мне вообще все равно дает. Один табак на одной фирме все делается, организация. Нет, неправда, Кать. Неправда. Да, на Мефодиевке жил. Не в Мефодиевке, а на Мефодиевке. Хотя, может, правильно, в Мефодиевке. Но мы говорили на Мефодиевке. Водку. Водку тоже не пью. Коньяк? Да, с водителем. Привет, Жень, зашла в ленту, а там новости про вас. Мы им не верим. Они пиарятся? Да, они пиарятся. Не верьте им. У тебя там сколько в блоке? Много-много в блоке. Многие. Вот. Много людей в блоке. Беспонтовых, ненужных. Женя, кто такой Михаил Романов? Он или всегда пишет, у Саши мы у нас. Я не знаю, кто такой Михаил Романов. Маску забыл. Зачем мне маска нужна? Я не болею. Маску должны носить те люди, которые болеют, чтобы не заражать тех, кто не болеет. А в нашем дебильном мире маску носят те, кто не болеет, боясь заразиться от тех, кто болеет. Потому что те, кто болеет, маски не носят. Маски придуманы для тех, кто болеет. Они должны носить маски, чтобы не заражать остальных. Как с женой? Гоним, Сэм, настаиваем. Маскака вроде живет. Сейчас, да, у моих родителей дом Маскака. же нашу всем аккаунтом ты продаем продал кепка у тебя крутая спасибо за байкаля привет мы с тобой но и супер были вот теперь все жизнь налаживается прям чувствую за байкале со мной вечера в эфир зайдешь да не знаю ребят я чуть сегодня ворвался в эти эфиры не знают накипело и хотел поговорить с вами постригся все хорошо постригся да иди в госдуму я вот уж думать и в госдуму я такие законы на фигачу что саши саши все хорошо саша зарабатывает миллионы у саши все хорошо если вы про это я не дома должны сидеть до сто процентов дома должны дома дома дженка в питере сейчас не работаешь нет не работа удачи спасибо огромное же у вас закрыли школу на каникулы до закрыт школы сейчас не работают же по моему у нас в москве привет чечне привет огромный чечне вчера был разговор что ты на тнт стал ведущим свяжись с ведущими бомба чтобы ты на тнт стал ведущим свяжись с ведущими б б вчера был разговор чтобы ты на тнт кто где этот разгар эти разговоры они уже орешь и на нас оскорбляешь вечером не выходи в эфир ну пожалуйста я исправлюсь пожалуйста останься не уходи я прошу я исправлюсь я я кричу порой потому что я действительно очень эмоциональный разговариваю резонатором у меня поставленный голос вы не слышите поставленная речь вы не слышите вы этого не замечаете вы не думаете что я просто агрессивен нет не агрессивен я я очень добрый милый парень скажи саша чтоб не рекламировала привет привет всем осталось ну слава богу блин делайте мне замечание очень люблю ваши замечания украина привет огромный похож на джонни депп это слишком хорош для бб в . вот и тушка кем-то работаешь балаболом уже как имя дочери сейчас я горку найду где-то здесь повыше да побольше чтоб разбежаться с ответом для тебя блин тут низменно здесь же равнина в москве здесь особо нет нигде разбежаться беларусь привет отличное чувство юмора вечером без тебя скучно привет с подольска жигулевская барна я кстати очень положительно отношусь к жигулевскому жигулевская люблю пиво я люблю новороссийское пиво я люблю но сама люблю блин не проскавеевская как же она называется майкопская во номер один пиво майкопская кто не пробовал попробуйте кто будет краснодарском крае попробуйте майкопская пиво обалденно что злой такой опять злой опять злой блин бабоньки но это вы меня таким хотите видеть ничего не злой нормальный добрый такой же парень зеваешь и я нет нормальный парень все нормально на позитиве просто немножко поправился может из-за этого злой я наверно просто на себя злюсь а на вас отрываясь блин простите меня пожалуйста куда путь держишь только прямо не шагу назад только прямо ты где сейчас какой город город герой москва да те интересно уже подобрел до добрил я зеваю хадыжинска хадыжинска тоже вкусное пиво еду только если она свежая-свежая двигаясь поста становись ведущим дома 2 вы думаете чтобы стать ведущим дома 2 нужно кого-то подвинуть я думаю что нет я думаю что все там все кто сегодня ведет телепроект дом 2 все ведущие они все на своем месте каждый заслуживает там быть я только рад за них за всех и желаю им продвижение по карьерной лестнице хотя куда уже выше выше только господь бог когда смите разговаривал что-то и рассказывать слушайте все хорошо рассказывает вам про вас не спрашивать ни про кого самый красивый парень жирка полин сейчас похуде немного все будет хорошо сдать же ко мне подход вы понимаете в чем дело я же как тот кот мартовский я же как вот как мужчина они как дети ну вот доброе же сообщение написала и взяла меня смутило и сразу все настроение поменялось но будьте вот такими же как эта девочка почему постоянно вот вот какие-то вот гадости мне пытаетесь написать пытаетесь не за не пытаетесь а пишите пытаетесь меня зацепить как-то прижучить там же привет вы что правда нет не разводимся все хорошо взяла растопило меня понимаешь одним комментарием растопило меня как мороженое в августе месяце в парке горького просто потек в руках маленькой девочки ты так хорошо выглядишь зачем куда остановитесь ну что такое но не но не не перебарщивайте мне 35 лет через два месяца будет 36 уползите змеи быстро очень мил женщины на кого похож на маму или на папу я думаю что оттуда немного и оттуда немного спрашиваю про развод думает он вам ответит таджик ты на ай у вас салам алейкум мои сестры и братья на думаешь отдохнуть и чтобы никто не нашел у меня дача в деревне прошу начинается антонина я знаю вот эти вот подходы я в мальчик взрослый уже я знаю сегодня дача в деревне послезавтра отчет и там домой поедешь уже поздно оставайся спать слушай а у нас на самом деле одна комната и кровать 1 ну что ж ты на полу ляжешь давай вместе но обещаю тебя трогать я не буду ляжем под разными одеялами вот а потом как назовем ребенка знаю я вот эти все ваши эти заманухи про дачу женёк не старайся молодец выгляжешь на 27 но чувство юмора это что-то относись ко всему прочим и тебя знаем жизнерадостно улыбни скоро спасибо огромное марго но вот мне кажется сейчас я вот улыбаюсь сухарик ты наш хотелось бы да этот сухарик макнуть то в сладкий сладкий черный чай подкаты начались не подкаты она уж такая взрослая видна бабонька я нужно прямой женёк к чертям сомнения начищай шпагу надевает треуголку и вперед ко мне на дачу знаем этих жозофин господи вы знаете я стал смущаться вы меня прям засмущали это правда я я честно говоря забыл уже об этом ощущении об этом чувстве а чувстве смущения там так здорово значит еще живое спасибо вам огромное привет из луганска ты реально красавчик спасибо огромное спасибо правильно что со что от саша ушел я саша не уходил не дождетесь не дождетесь что вы гадости пишите чек вышел эфир не для того чтобы читать бред красавчик вот супер вот супер клёво улыбайся чаще всего огонь у нас снег пошел скоро зима ну вот аж покраснел как помидор засмущали меня ну красавчик вот дуркой я от души мы там мы 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 там не живем а а где у вас дача находится я кстати всегда всегда мечтал жить в доме в своем саша у меня почему-то она такая категоричная в этом плане она там за за квартиры ну аж просто я и дом нормально не предлагал вот хороший может поэтому но я всегда мечтал жить в доме вот что выйти пожарить мясо приехали друзья там взять детей туда свежий воздух а где у вас дом я приеду к вам жить в дом к ваш дом перееду жить обещаю что буду самым чистоплотным человеком на земле все починю все подкрашу эх ты морда веселая ты нравится смотреть твои эфиры отлично выглядишь так же спасибо огромное бабы так и хотят женьке обручалку снять а я чувствую знаете я выхожу в эфир я прям чувствую здесь какое кольцо мордора оно здесь начинает подгорать джозефина джозефина да я живу в частном доме бери шашлык и приезжай фига себе так меня еще не приглашали в гости типа ты все купи а либо так приглашают в гости я кстати когда приглашаю в дом к своим родителям когда мы приезжаем в Новороссийск и когда я был на доме 2 я никогда ни с одного человека рубля не взял я каждый день покупал мясо и пиво мы каждый день кто помнит эти времена каждый день я помню сашка еще ругалась говорит да хватит их кормить уже этих голодранцев вот и ни один человек никогда я помню один раз три губинка Игорь подошел говорит джек сколько я там должен он там дал косарь я помню а так больше никто никогда не подходил говорит женек что мы там должны все собирались ну я такой человек и у родителей у моих всегда все куплю но мне не жалко потому что это же я приглашаю странно приглашать и говорит купи с собой привези нифига себе придумала тоже купи говорит мясо мясо купи а пока буду ехать а позвонить десять раз и скажешь еще хлеба купи майонеза слушай еще порошка не стирально слушай и было бы неплохо если бы ты еще купил газовый котел потому что у нас в доме прохладно я помню 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 ой Зиночка здравствуйте да да я помню я еще помню ТЭТ у нас был в бассейне стройка и Сашка говорит ну вот ну сколько можно хватит уже это же деньги из дома тащит вот это всех кормит я помню еще ах так ты не любишь вот такая я завтра получу зарплату сто пятьдесят двести тысяч потрачу блин на всех завтра будем красную икру жрать а че ты такой пизда ты блин я не знаю я не знаю что там у меня предательский в носу что-то а нет все нормально мы тоже кого зовем в гости говорим чтобы не я вот тоже такой же мне когда справят там в нам российский мы едем к вам что взять или там вот здесь в москве что взять или да ничего не надо брать все есть у Женьки гарем у меня всю жизнь гаремы были всю жизнь всю свою сознательную жизнь ну я однолю однолю бабоньки так что снимайте свои вот эти вот чистые трусы которые вы напялили а вот и бросайте бритву которую вы собрались ноги брить не вариант без варианта зеркаль я тоже помню вы живете в Новопеределкино? нет ты в такси? нет давно надо было разводиться вам серьезно? ничего себе интересное мнение интересное что у вас с Женей? с Женей у меня слушайте с Женей я расстался с Женей у нас не сложилось да он какой-то грубиян какой-то хам а вот с каким Женей? мечтал о гареме из ста тысяча девятьсот девяносто боже мой из ста тысяч девятьсот я ему домой а я ну Евгений красивейшее имя удачи спасибо огромное иди на дом 2 отдохни на доме 2 не отдыхают люди на доме 2 пашут ну ты возвращайся тогда Саша Женя блин хватит ржу не могу остановись русский Джонни Дэпп развод самый простой да кстати вот я хотел сказать об этом у меня постоянно мысль вылетала обязательно какая-то птичка со своим вот этим пометом залетала с комментарием со своим развестись очень просто развестись можно вот так вот вот так вот в любой момент сегодня можно пойти развестись подать документы но сразу Тея не разведут потому что у нас ребенок малолетний там все равно дают да даже в ЗАГСе в ЗАГСе даже работники загса дают 2 3 месяца на то чтобы родители обдумали свое решение ну вот развести всегда можно разрушить поломать развестись уйти всегда можно А вот починить, собрать, сохранить, вот это сложно. Люди всегда ищут легкие пути, понимаете. Самый легкий путь это убежать куда-то, спрятаться от всех, засунуть голову, как черепашка в панцирь ее втянуть и ждать, пока все пройдет. Нет, оно ни хрена не пройдет. У меня мясо я не умею выбирать, у меня коньячок хороший. Так что там насчет дома, бабоньки, есть у кого там мужья, богатые мужья, которые там построили в Подмосковье где-то дом, вот вы построили его с ремонтом, но вы не живете там, живете за границей или живете там в квартире, и вы там думаете, что с ним делать, его обязательно кто-то обворует, обкрадет. Я вам серьезно говорю, в каком бы коттеджном поселке он не стоял, напишите мне в директ, я буду жить охранять ваш дом. За коммунальные платежи все это я буду платить. Просто цены невменяемые за дома там, 100, 150, 200 тысяч за дом, ну хорошие я имею в виду, есть, конечно, там за 30, но там еще тело бабушки не вынесли, понимаете, и ковры висят вот эти вот. Вот сейчас, я знаю, следующая статья будет Евгений Кузин попрошайничает, или как же они напишут? Евгению Кузину негде жить, был найден в коробке из-под холодильника на Курском вокзале, ищет, где бы ему переночевать. Вот вы ржете, ржете, а кто-то может сидит и смотрит мой эфир, такой человек, и скажет, слушай, Женюк, блин, реально там, жена подойдет, Игорек, слышишь, реально. Блин, мы вот это там что-то придумываем, боимся, переживаем. Женюк, хороший парень, пусть живет в нашем доме. Альфонс, о, Альфонс пишут, Альфонс, сука. Альфонс это тот человек, который живет на деньги своей благоверной. Я на деньги своей благоверной не живу. Почитайте, обратитесь в Википедию, вбейте слово Альфонс. Вам лишь бы написать, набздеть в моем эфире. Аж здесь запахло от ваших комментариев. Остался без жилья, после развода напишут. Да, остался без жилья, после развода. Блять, истерика, не могу. Ну вот и я тоже. Вот видите, кто-то есть, кто-то нормальный есть, которые воспринимают все мои спичи, воспринимают с юмором, с улыбкой. А есть вот, ладно, не хочу, блять, что такое, блять, 7 пропущенных, что ты названиваешь мне? Не давай почву тупым, блять, да, ну, ай, что ты, что ты, какую почту, почту, какую почту не давай? У вас раздельный бюджет? Прямые эфиры с тесаком, это класс. С каким тесаком? А, с терраски, господи, с тесаком, думал, что он вернулся с того света. Слушайте, да, прямые эфиры с террасы, прямые эфиры во время, а посмотрите, сколько будет влогов о еде, о приготовлении Альфонса и Женя, вещи несовместивы. Вот, слава Богу, мозги есть у кого-то. Сколько будет кулинарных поединков, сколько будет кулинарных влогов, сколько будет интересных изречений и мыслей, потому что природа и я, вот это вещи совместимы. Мы одно целое с природой. Все пройдет, не переживай. Блять, я не переживаю. Ребят, вы что? Я вам про Ерему, вы мне про корову. Заголовок Артемова, имея две квартиры, выгнала мужа на улицу. Блять, жут. Чего в машине сидишь, домой не пускают? Поехал по работе я. Салют, Иван Тур, где салют? У вас за окном салют? Скиньте фотки. Какое новое место это ты, где стоишь? Чего не терпишь женщина? Нет, к курению абсолютно ровно отношусь. Мне даже нравится, когда женщина курит. Но только тонкие сигареты. Это придает ей какого-то шарма, знаете. И мне сразу, я же вырос все равно на фильмах, причем я любил фильмы такие исторические, с балами, с балами. Поняли вы, о чем я? А вот. И я всегда видел женщин, где они с муж штуком, сигары. У меня бабуля курила, она так красиво курила всегда. Мне нравится, когда женщина курит. Нравится. Круто. Привет, ты такой же, как мой муж. О, только я не твой муж, у тебя свой муж. Ой, бля, Анечка, Анечка, давай карменки, карменки. Твои 200 человек, я понимаю. Спасибо огромное, бабоньки мои. Жень, курить так и не будет. Не хочу, я в Липецке есть дом, жду. Блин, Липец далеко, малыха. Я говорю, где-то в Подмосковье. Если есть у кого-то, пишите в директ. Я с удовольствием, с удовольствием. Зато он, как настоящий мужик, при любых обстоятельствах оставит все своим любимым девочкам. Вот, блядь, на слабо берешь меня, да? Да ничего, кое-что, а мне, слушайте, мне и забирать-то нечего. Да, конечно, хватит того, что ли. Вы что, меня не знаете? Это ж я, Кузин Женька. Мне ничего не надо. Познакомимся. Жень, для какой цели? Про меня песню. Слышите? А квартира уже не катит. Да и квартира катит, квартира. Я просто говорю о том, что мне бы дом хоть не... Видишь, вы слушайте меня внимательно. Я там про дом, конечно, я говорю правду. А там про квартиру, конечно, там сниму за деньги. Я не прошусь ни у кого-то там жить, там приютить. Нет, все нормально. О, пишет мне. Человек очень важный, нужный мне пишет, кстати. Я его потерял контакт, сейчас написал. Это про то, что такой же коронный, как мой муж. А, коронный? А что значит коронный? Коронованный? У вас муж вор? Что значит коронный? Или он с бутылкой короны постоянно? Ариана. Кто поет песню? Блин, это... А-а-а-а! Она снималась еще в этом фильме. В фильме она снималась... Скажите, где вот это... Где модель играет? И актер. Боже мой. Она там играла роль потрясающая. Как же ее зовут? Сейчас. Сейчас кто-нибудь напишет. Я забыл. Риана, вот. Вы поняли про какой? Да, да, Риана, Риана. Про какой фильм я говорю? Как же он называется? Там еще модель вот эта симпатичная играет. И парень, они там... Спасли расу, расу спасли. Коронный, как мой муж. А, коронный? Да не Леди Гага, это Риана поет. Да, да, Риана. Играла она в этом фильме. Забыла, как фильм называется. Круто она там танцевала. Женя, а ты что такой грязнуля-то в быту? Плачут от тебя. Ну, вот такой вот я. Вот такой. Это Бузова поет. Точно, Ольга, да. Это Ольга поет. Да все понятно, Риана, Риана. Риана, Риана. Вот такой вот я. Вот такой. Грязнули. Восемь. Другой фильм. Вспоминайте, блин. Я сейчас не успокоюсь, пока не вспомню. Этот. И тысяча планет. Блин, как он называется? Я два слова. Иллириан, и тысяча планет. Или как-то, блин, он. И тысяча планет. Ну, напомните мне, блин. Женя, классный эфир сегодня на тебя подписалось. Прикольно. От души. От души. Валериан, Валериан и тысяча планет он называется. Все, Валериан и тысяча планет. Все, я вспомнил. Она там еще перевоплощалась. Фильм «Техоокеанский рубеж». Да нет, нет. Я же вам уже сказал. Валериан и город тысяча планет. Вот, да, 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 да. Спасибо. Кошка, алкошка. Морской бой. Нет. Шашки. Нет. Пешки. Нет. Шахматы. Нет. Просто мужик в быту норма. Слушайте, ребят, я чистюля. Я все нормально у меня. Чего орешь? Ну, громко разговаривай. Сделай потише телефон. Почему ты мне предъявляешь? Ты сделай потише телефон. Ты же в моем эфире, не я в твоем эфире. Веду себя как хочу. Моя жизнь, мои правила. Не надо. Москва слезам не верит. Точно. А оно самое, да. Она еще из Копейки выходила. Или из Волги она выходила. И в Москвореку туда, помните, нырнула. Она Ариана. Фильм Ирония Судьбы. Да, да, да. Молодцы, молодцы. Понеслась. Шутки за 300. Обожаю, обожаю. Сам такими же обладаю. Хорошего дня, светлейший. И вам тоже. И вам тоже не хворать, челядь. Шучу, шучу, шучу. Осуждаю, осуждаю. Сам себя осуждаю за свои слова. Спой любимую песню. Нет любимых песен. Да, Саша сама хороша. Приехала, бардака навела. Было-то чисто. Представляете, да? Реально человек приезжает в чистоту. Быстро все раскидывает. Разливает везде кофе. Все заливает кетчупом. Фотографирует и говорит, Смотрите, вот эта грязюка была. Ну, что вы пишете, а? Ну, хватит вам, что ли? Почему не показываете дочку? Ой, а вот забыли вас спросить, кстати, по поводу дочери. Вы посмотрите, что происходит. Тут невзначай слово ляпнешь. Его хватает, понимаешь? Разносят, растягивают. А вы хотите, чтобы мы дочь показали? Не-не-не, спасибо огромное. Спасибо огромное. Ни имени, ни... Кто кому нужно, тот увидит. Что за машина, Женька? Блин, машина, вот он машина. Volkswagen. Моя дочь вырастет. Она счетовой управлять будет. Ты еще прислуживать ей будешь, моей дочери. А вот. Будешь кутикулы ее собирать после педикюра. А вот. И по размерам раскладывать их. И не смейте мне сейчас писать, что я злой. Ну а что она мне пишет такое? Зачем Сашка бардак? Да откуда я с нами? Где Сашка твоя? Здравствуйте, здравствуйте. Где живете сейчас? Проблема в чем? Тряпки? Да хватит вам, слушайте. Ну одно и то же. Ну хватит. Вот вы реально как эти? Как моль налетели. Сейчас вы проржетесь. Просмеетесь. О, смотри, как Infinity сделал круто. Вот у нас такая же. Не зарекайся. Да, 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 да. Жень, посоветуй фильм хороший. Ору, че за залупы пишут? Ну да, у меня здесь, у меня здесь, мне кажется, вот. Я вот так порой, ну нет, я не захожу сильно в эфиры, но если попадаю там в какие-то, ну я там сегодня, Я думаю, что это все от того, что у меня реакция на них такая, неоднозначная на комментарии, потому что многие блогеры, они же сидят и, ну я себя не считаю блогером, но они сидят и там что-то пропускают, в основном пропускают. Вообще, я так обратил внимание, особо контакта с подписчиками у людей нету, то есть какие-то определенные сообщения они выбирают и на них отвечают, да, то, что им интересно. Кузин же все подряд фигачит, все ему вот интересно, на все он отвечает, на все он реагирует, еще и знаете, легче клининг, еще и знаете, еще вы понимаете, чем меня можно зацепить, и я понимаю, что на это не надо реагировать, вы все равно вот в одно место долбите, долбите, и мне кажется, Женька грубияшка, пишут ерунду, по-чем кушать доширак, у Саши не Мерседес, нет, у нее есть машина, Ламборгини стоит, но мы не хотим пока показывать ее, вот, кончи нам в ротик, Нос чешется, врешь, да нет, нос чешется у меня постоянно, у меня привычка такая, кто со мной давно, тот знает, что я постоянно этот нос тереблю его. Женька, как Саша приехал, а тебя не видно, а я скучаю. А потом вы мне говорите, Кузин, а ты что так реагируешь, когда у меня комментарии, вы читаете вообще мои комментарии, кончи мне в ротик, ну это что такое, вот это, скажите, это призыв к действию, я так, ну я предполагаю, или это Степ, объясните мне, пожалуйста, да, про кончи прям сильно, у меня всегда сильно. Клубнички на соседнюю койку скоро пойдешь, интересно, хочешь выйти с кем-нибудь в прямой эфир? Не, не хочу. Вот тоже вы странненький, я когда веселый, когда органично, вы пишите, я бухнул. Чего вы не пишите, когда я грустный, там, несчастный в своих эфирах? Я же очень люблю быть несчастным в своих эфирах, страдальцем. Это ужасно, Жень, ну таких же уродов меньше. Опа. Пока. Девки налетели на тебя. Я сегодня смотрел, у меня увеличилась статистика, у меня 98% уже бабанек. Пирамиды пишут мне, но я все это не беру, если вы не видите, я, как бы, ну, мне это все не нравится. Но вы посмотрите, посмотрите, сколько бабанек сидит. Я скоро начну рекламировать. Губные помады, платья, купальники, заколки, гигиенические всякие. Вот где самородок. Приняйте своих маркетологов. Правильно я говорю? Почему не девчули, а бабоньки? Ну, может, девчули, какие девчули? Ну, какие девчули? Что это за слово? Девчули. Бабоньки. Бабоньки. И заметьте, когда, вот смотрите, вот даже в произношении, как девчули, и все, нет эмоций никаких на лице, и у вас тоже. А тут бабоньки, растягивается улыбкой, понимаете, а? 99% разведенок и сидят, нифига подобного, нифига подобного. У меня огромное количество девушек в браке вместе со своими мужьями, с детьми смотрят мои эфиры. Обратите внимание, я поэтому даже перестал матом ругаться. И мне мужчины их тоже привет передают, и мужья, то есть, я имею в виду. Поэтому, неправда, нифига подобного. А вот, дочь зовут Мария, стало легче. Опа, интересно, красивое имя, кстати. Кузин, ты огонь, хотел бы иметь такого друга. Настя, дружить не получится. Мне одна написала, значит, малыхи, это такое клевое слово, огонь, да. Мне одна, кстати, написала девочка, она пишет мне. Говорит, Жень, у меня муж сначала нервничал, говорит, что ты этого Кузина постоянно смотришь? Что он там несет какой-то? А сейчас, говорит, приходит с работы, говорит, ну что, Кузин в эфире сегодня был, будет в эфире. Что он там, говорит? И, говорит, мы вместе, он сидит, я уже там занимаюсь с вами делом. С вами был,ождоном. Хватит тебе, что ли? Каких денег-то? тебе нужен свой youtube канал точно назову его бабоньки бабоньки джек угости папиросы пожалуйста пацан да нету тут ничего скурин есть одесса привет огромный саша вчера плакала в stories мы сможем тоже смотрим пусть на ну вот так подари кепку она круто на тузь значит подарить в историях плачу в каких историях плачут каких когда вчерашних жиль в долг часто просят они не просят кучу меня просить все же видят что у меня ничего нет украина рулит 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 украина чем только где но рулит рулит это классная развода мы не разведемся никогда в жизни будем вместе до конца своих дней до последнего вздоха до старости почему перестал играть слушая вчера кстати сидел думал о том чтобы опять возобновить эти эфиры и знаете кстати чем занимался было время я проводил стримы по онлайн казино я сидел на стримах отвечал на вопросы играл в онлайн казино крутое время было спасибо огромное предмистровы тоже привет ли я назову привет фредс по дольски ты любишь любишь либо слышишь слышишь диана слышишь сегодня слышу говорите слушаю вас у него не занимает и гепку последнюю снять норовят саша желток женя белок вместе навсегда там ка у нас же сегодня клининг служба приехала точно я забыл кишинев привет в казино выигрывают выигрывают но больше проигрывают в cine выигрывают но больше проигрывают но и все проигрывают выигрывают какие-то Продолжение следует... Во-во, ну хватит уже, Сашка же сказала, что и у нее такие, то плахать хочется, то смеяться. Работаешь ведущим? Да, работаю ведущим, пишите в директ. Все, что связано с деньгами, все, что связано с моей работой, пишите в директ, я вам, я всем отвечаю в директе. На доверие не получится, ты загрязнишь, ты загрязнишь весь дом. Ну вот, ну зря вы меня плохо знаете. Блин, как плохо, смотрю твои эфиры и на душе становится палец, спасибо, да ладно, не здесь ты красавчик. Люди, какова вам разница, за этой семьей происходит, да, все правильно, риэлторы до хрена просят. Да не хочу я с риэлторами общаться, слушайте, я знаете, как раньше снимал в Москве квартиру? Я приходил с риэлтором, ну а то у меня, правда, один раз было. Вот, мне квартира понравилась, я говорю, говно квартира. И мы выходим. Я риэлтор направо, я налево, я обратно поднимался в квартиру, я говорю, давайте я это сниму у вас. А они говорят, давайте. Ну вообще так делать неправильно, потому что ты потом попадаешь в черный список, и потом сложно будет снять квартиру. Эгегей, привет с Ангарска. Здорово, Ангарск. Почему не отвечаешь насчет у меня рождения дочки? Дома строю, строю. За последний месяц даешь, чтобы не обманули. Лучше бы счастье пожалели, чем советы раздаете справа по 500 раз. Не бросай дочь, женек, чтобы не было. Я никого не бросаю, все нормально. Ни у кого любовь не прошла, все отлично, ребят. Просто нужно немножко мне собраться, и все будет нормально. Спасибо, что ты есть, пожалуйста. Казахстан с вами, с вашим... Ой, Казахстан, привет огромный. Жен, твои эфиры уже ждут очередную серию любимого сериала. Вот жалко, что сюжеты грустные. Но, слушайте, в любом сериале есть грустные моменты, есть радостные. Самое же главное в любом сериале – это развязка. Развязка, понимаете? А если вам сериал понравится, я вам обещаю, классней пацан. Я вам обещаю, что будет второй сезон. Второй сезон, но уже с новыми актерами. Жень, ты молодец, спасибо за все. Спасибо. Осетия, Осетия огромный привет. Крыму привет огромный. Стерлито Макс с тобой. А зачем прямо он говорил, что разлюбился? Я не говорил, что разлюбил, я песню спел. Прошла любовь, завели помидоры. А может, ты говорил, что разлюбил? А может, вы неправильно поняли? Я же вам еще раз говорю. Сериал, ребят, не забывайте о том, бабоньки. Это сериал. Вы же, когда сериал смотрите, что-то происходит. Вы же не пишете автору этого сериала или режиссеру, или актерам в комментариях, почему ты так поступил? Ты же был другим. Ты вот так. Просто смотрите, наслаждайтесь. Получайте удовольствие от того, что происходит. И не судите. Потому что в любой момент с вами может произойти ровно то же самое. Куда-нибудь хотел бы слетать, отдохнуть. Я вообще куда-нибудь хотел бы слетать. Я надеюсь, вы понимаете, что это ирония. Или нет? Или новый заголовок? Для Евгения Кузина. Жизнь – театр. И люди в нем – актеры. Та-дам! Спина не очень. Спина болит. Болит, да, болит. Копчик болит. Ай! Даже не хочу выгибаться. У тебя случится что-то, что не смог к ним приехать на день рождения. Здравствуйте. Здравствуйте. Саратов, привет огромное. О! Видите, как Господь Бог меня любит? Видите, эти лучи? Все, жизнь налаживается. Все по кайфу, блядь. Ах, это свадьба, 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 бела и плясала. Я годик ребенка не пропустил. Ребят, самое крутое день рождения моей дочери будет на два года. Когда и будет. А потом на три. Еще круче, чем на два. Новый Сашкин мужчина намного хуже вас. Привет, всем привет. Поздоравливай, не болезнь. Спасибо огромное. Красивый голос. Какая свадьба, ты еще не развелся? Когда гордость начинает побеждать, люди теряют друг друга. У тебя душа очень богатая. Мне кажется, это единственное, где я по-настоящему богат. Это моя душа. Там у меня завались, конечно, всего. Он из Турции, я понял. Хабибка, да? Жень, могу посоветовать крутого мануала. Нет, спасибо огромное. Спасибо большое. Я не спрашивал советов, и мне это не нужно. Я в этом не нуждаюсь. Если вы думаете, что, обращаясь к вам, я нашел ту истину, то вы глубоко заблуждаетесь. Я с вами, потому что вы являетесь все равно моей отдушиной. Но советы мне точно не нужны. Спасибо огромное вам. Мне просто с вами хорошо. Я там готов на нее наступить, переступить через какие-то понятия ради сохранения семьи, но вы же всего не знаете, вы же не знаете, почему вот так все происходит. Конечно, виноваты оба, но... Я тут на список нужен. Я как мужчина беру на себя большую часть вины, и я понимаю, что... Все наладится, в общем. Да, мы в основном, я не помню. Саша. Совершенно цель, посоветовала. Да и не надо никому знать. Жень, ты очень... Где мы были тогда, помнишь? Живет. Вот когда тут приезжал. Все, ладно. Давайте, бабоньки. Вам удачи огромная. Десятка. Все у вас будет хорошо. И у нас тоже. Да, да. Все, пока. Хорошего дня вам.